Вы знаете, не хочется ничего доказывать глупым, завистливым, злым людям. Я, конечно, могу предоставить все документы, подтверждения, да, а то некоторые пишут, она не журналист. Начнем с того, что я в 2000 году, некоторые еще не родились в это время, кто про меня пишет гадости. Я в 2000 году уже работала на Пятом канале, на Петербург, Пятый канал, это в свое время было подразделение НТВ Московского. И я, естественно, я член союза журналистов, у меня не самое плохое портфолио и телесюжеты, и статьи. Ну, я в свое время, когда заканчивала университет, я просто выбрала бальные танцы. То есть я не представляла свою жизнь без этого. Поэтому с пиаром журналистика, естественно, я на тот момент отложила. Потом судьба по-разному складывалась. Приходилось, так как родители и муж не кормили, и, по сути, с 17 лет я сама себя обеспечиваю в бальных танцах, уж точно я сама себя обеспечивала. И приходилось работать не только по специальности, но и куда возьмут, где получится. Ну, к сожалению, были и личные события различные, и в семье не все было гладко. Поэтому мы, работодатели, попадались такие, которые и унижали, и не платили, и моббинга, и буллинга. А Россия – это вообще такая страна, где не любят умных, талантливых людей, работоспособных. И не дай бог ты еще будешь хорошо выглядеть, и не дай бог ты умнее, у тебя образование, знание языков, и опыт, и так далее. Ну, я думаю, что я попадала в такие ситуации, потому что я себя не оценила. Сейчас, наоборот, молодежь себя переоценивают, они ничего не знают, не умеют. Вот 20-летние, которых я набирала в свое время в проект людей, я столкнулась с тем, что человек даже в 30 лет, он ничего не умеет, не знает, и самое главное – не хочет делать. Для меня профессионализм – это, в первую очередь, отношение к работе, отношение к коллегам – это умение воспринимать замечания и критику, потому что научить можно любого человека, даже если он не работал по этому направлению, его можно научить, если у него есть мозги и желания, и умение воспринимать информацию. Ну, желание, мне вообще кажется, это самое главное, потому что умных людей их мало, на самом деле, талантливых их еще меньше. Но современная молодежь как раз отличает то, что они все ждут огромные зарплаты, при этом даже люди реально не умеют ничего делать, даже если человек в 20 лет где-то там подрабатывал, он не умеет. И я могу сказать, что я в 20 лет была гораздо более зрелым человеком, ну и чем большинство моих ровесников, они сейчас некоторые без мозгов, 40-летние, ну и тем более более зрелые, чем сегодняшняя молодежь. Сегодняшние очень инфантильные, даже если они где-то работают, даже если они где-то платят ипотеку, даже если у них есть дети, это не гарантирует, что человек морально зрелый. Очень много, к сожалению, незрелых людей. Может быть, это интернет, может, это среда такая, может быть, это воспитание в семье. Я считаю, что детей надо воспитывать жестко, потому что жесткое воспитание, оно как раз формирует личность, на самом деле, дисциплина. Может быть, даже иногда нужно быть где-то жестокой с детьми, потому что, по крайней мере, человек не будет моральным уродом. Поэтому я еще раз объясняю, я могу предоставить доказательства, и в свое время меня отравили в танцевальном спорте, но тем не менее я сдала экзамен, у меня 13 лет была студия танцев, которая благодаря кризису 2015 года, можно сказать, закрылась окончательно. И есть мои квалификации, есть мои знания, которые никуда не денутся. Есть ученики по бальным танцам, есть портфолио в качестве журналистов, есть люди, которые мне давали рекомендации, потому что вступить, например, в танцевальный союз или в союз журналистов России, это нужно предоставить рекомендации от людей, которые профессионалы, которых знают, и которые в этом союзе несколько лет находятся. То есть просто так такие бумажки не получают. Ну и, соответственно, портфолио работы должен доказать, что ты работаешь по этой профессии. То есть это все не просто так было. Поэтому говорить какие-то гадости по поводу проживания в Европе точно так же. Могу показать свои паспорта с визами с ВНЖ, да, визы на вид на жительство и сколько я ездила. Ездила я раньше каждый месяц за границу, а то и каждую неделю, потому что работа такая. И, слава богу, я еще умудрялась летать в свое время очень дешево, даже имея не очень высокий доход. Как-то находила возможности. Но если отдых, отдых – это всегда в низкий сезон. Это, в принципе, и в хостелах жила. Но хостелы такие, где, например, отдельный номер. И умудрялась акции иметь, и авиакомпании. У меня есть бонусные карты всех авиакомпаний. Практически на букинг были в свое время акции. Ну, букинг теперь, он недоступен, скажем так, для бронирования в России, в Европе ты можешь бронировать до сих пор. Беларусь, кстати, не знаю, надо будет проверить. Поэтому, а что мне доказывать? У меня есть контракты рабочие, у меня есть доказательства, что я жила в Европе, что я много ездила. Те, кто подписаны на мой Инстаграм и Фейсбук, они, естественно, знают тоже, как бы, что я езжу. Ну, у меня, естественно, подписаны те, с кем мы лично знакомы, так или иначе, или как-то пересекались по работе. Посторонних людей я не допускаю ни в какие соцсети. Это прям категорически совсем. Потому что не надо мне, чтобы кто попал, а был подписан. Так как бы, понимаете, зачем что-то доказывать? Я могу документы предоставить, да, но зачем мне хейтерам, злым людям что-то доказывать? Пусть они в своей зависти упиваются. Просто, ну, можно их пожалеть, потому что люди, они в жизни ничего не видели. Они никуда не ездили, они нигде не работают, они не посещают там ни театр, ни музей, ничего. Они читают хороших книг, потому что, если бы люди это делали, во-первых, у них не было бы времени сидеть в домовых чатах и писать про кого-то гадости. То есть человек занимается саморазвитием, потому что я успевала учиться в университете на дневном отделении, работать. А работа у меня была не самая простая. Я была и пиар-менеджером, и танцы преподавала, и в офисе работала много где. При этом ты успеваешь и тренироваться. Тренировки у меня тоже иногда были по 12 часов, ну, не меньше 6 часов в день были тренировки. И успеваешь и в музеи, и в театры ходить, и книги читать. Поэтому что-то видеть в жизни, путешествовать, учить иностранные языки. Я учила 11 иностранных языков. Ну, вот сейчас более уверенный язык остался английский. Ну, естественно, несколько языков я понимаю на слух неплохо, я читаю. Поэтому просто те, кто пишет гадости, они завидуют. А я вот просто в своё время, когда на одном форуме меня поливали грязью, и спустя время ты просто выясняешь, кто про тебя и что писал. Ну, так сложилось, что просто выяснила я, кто пишет про меня, чисто случайно. И выяснила, что эти люди из себя ничего не представляют. То есть это такие очень страшно выглядящие, толстенькие, без особого образования, культуры, вообще злые тётеньки. Ну, некоторые замужем, некоторых мужья содержат. Ну, я не считаю, что это прям такое великое достижение, да, писечку продать. Поэтому, ну, если человек что-то из себя представляет, он не будет других поливать грязью, обсуждать, критиковать. Причём я ещё раз говорю, что если человек поливает грязью меня, он стопроцентно поливает кого-то ещё. И на тех же форумах танцевальных очень любят, например, поливать всех. А судьи кто? И когда начинаешь выяснять, а кто это, а что это, а какую должность он занимает, они же ещё поливают анонимно. Они скрывают свои лица, они скрывают свои имена, фамилии, своё положение. Но при желании можно докопаться, и даже самые анонимные форумы и телеграм-каналы всегда можно выяснить и телефон, и регистрацию, и все паспортные данные, где человек работает. Это на самом деле не особо сложно. Бывает, что даже сама судьба помогает выяснить. И ты когда выясняешь, ты понимаешь, что человек – это никто. Человек – ничто. Потому что одно дело, когда меня критикует профессионал, который известен, который не скрывает своё лицо, и он аргументированно высказывает открыто свою позицию. Другое дело, когда на каких-то там ресурсах анонимных поливают грязью. Просто ещё раз задаётся вопрос, а судьи кто? Мне переживать нечего, у меня всё хорошо, у меня никаких проблем нет, котейки тут ходят. Поэтому у меня жизнь складывается очень прекрасно, и я просто наблюдаю, как те, кто про меня писали гадости, как у них какие-то проблемы происходят. Ну, внутренне я радуюсь, на самом деле. Я не могу не радоваться, потому что я понимаю, что не всё хорошо у людей, если они на такое идут. Спасибо.